шалом вы верите в иисуса христа то есть миссии шо замечательно а из какого колена вы родом если вам этот вопрос не очень понятен я поясню тот факт что вы верите в иисуса христа для некоторых людей означает что вы еврей в каком смысле самом прямом генетическом если у вас еврейская внешность вы очевидно из колена иуды или колена леви а если нет то вы потомок одного из десяти потерянных колен но в любом случае знали вы об этом до сих пор или нет если вы верите в иисуса христа у вас еврейские гены почему потому что так говорит библия а я не знаю сколько сегодня думают так но ветер вот этого учения гуляет по христианским и мессианским просторам и поэтому сегодня мы поговорим о том откуда это учение взялось и почему я считаю его ложным и вредным и не только я речь идет о важнейшем вопросе на самом деле который рано или поздно задает себе каждый человек о вопросе кто я о нашей идентичности новый завет много говорит об идентичности верующего в мессии и шо в синодальном переводе неоднократно встречается такая фраза во христе иисусе особенно в евангелии от иоанна там она правда немножко в другом варианте там прибудьте во мне я в вас во мне и так далее вот там вот это сочетание а в посланиях шауля то есть апостола павла во христе есть такое словосочетание он много говорит о том кто мы в нем до тех пор пока у нас с вами конечно нет ни иудея не или на все очень просто между нами нет никаких различий нет уже как написано не иудея не или на не раба не свободного все мы одно во христе иисусе то есть все мы христиане замечательно правда вот но в 70-х годах прошлого то есть 20 столетия в соединенных штатах америки появляются так называемые мессианские евреи то есть верующие вешу в мессию и шо в иисуса христа которые являются евреями этнически национальности и они настаивают на том что уверовав вешу они не перестали быть евреями то есть они не стали христианами они не выкрестились из своего народа не стали вы крестами как очень часто презрительно обзывали и до сих пор отзывают верующих и шо евреев наши не мессианские не верующие в него собратья и в общем вот появилась вот такая вот штука мессианское движение движение мессианских евреев так вот когда христиане не евреи встречаются с нашим мессианским братом у них возникает вопрос так значит во христе евреи остаются евреями говорят они ну да по логике все верно мужчины во христе остаются мужчинами женщины во христе остаются женщинами то есть очевидно вера во христа пол во всяком случае не меняет но если евреи принимающие христа иисуса христа как мессию еврейского и шо они сохраняют свою национальную идентичность то как быть нам не евреем в чем заключается наша национальная идентичность во христе к сожалению четкого ответа на этот вопрос ни у кого по моему нет сами мессианские евреи зачастую толком не понимают в чем именно заключается их еврейская уникальность а уж если помочь и уж тем более они не в состоянии помочь неевреям разобраться с их нееврейской уникальностью однако при этом некоторые мессианские евреи относятся к своим нееврейским братьям во христе несколько высокомерно на мой взгляд и ясно дают им почувствовать кто тут в этой семье старший брат первородный он же поих мнению или такое впечатление иногда может создаться первородный он же первосортный а кто в семье у нас тут мелкий как на это реагируют братья христиане ну разумная реакция это спокойно разобраться в сути дела назвать вещи своими именами то есть назвать высокомерие высокомерием или незрелость незрелостью или и то и другое назвать своими именами простить это высокомерие незрелость это не грех прощать его не нужно тут нужно просто терпение ну а дальше просто искать себя в мессии ешуа это паре это как мне видится разумная реакция вот на такую ситуацию но поскольку спокойно разбираться в таких тонких материях как разница между первородным и первосортным спокойно разбираться в этом трудно есть также и другой вариант поведения понять вот эту идею о еврейском первородстве или превосходстве как ее иногда подают совершенно неправильно понять ее как разделение верующих на первый сорт и второй и найти способ самим записаться в евреи то есть в этом ложном представлении я подчеркиваю в люди первого сорта некоторые сделали а именно это и конечно поставив себе такую цель нашли в библии стихи которые при желании можно очень легко истолковать в угоду собственному предубеждению то есть схема совершенно стандартный мы хотим не позволить тексту библии говорить с нами а доказать что библия говорит то что мы хотим услышать подробнее об этом вы можете услышать об этой схеме об этом подходе к писанию вы можете услышать программе которую я записал под названием свет мой зеркальце и что тогда получается тогда в один прекрасный день выясняется что так называемые язычники уверовавшие в иисуса христа то есть люди не еврейской национальности все это потомки десяти потерянных колен израиля то есть если не чистокровные евреи то уж как минимум люди с еврейскими корнями ну от еврейских корней до полноценного еврейства уже совсем недалеко было бы желание дальше надо просто найти способ опять-таки выдать желаемое за действительное если этим путем пошли вы дорогой читатель то я вас очень прошу подумать о том чтобы с него сойти ведь это просто нечестно а нечестность до добра уж простите за такую банальность не доводит и если на этот путь вас подтолкнуло высокомерное отношение к себе некоторых мессианских евреев то я прошу у вас прощения за это отношение хотя конечно меня никто не уполномачивал извиняться за чужие грехи но по моему мнению мессианские евреи которые превозносятся перед неевреями на самом деле еще ничего не поняли ни о миссии не о собственном еврействе но это отдельный разговор вернемся к нашей теме если вы слышите о потерянных коленах впервые я сделаю краткое отступление чтобы немного ввести вас в курс дела при давиде и соломоне 12 колен израиля были единым царством и разделение произошло после смерти соломона и было божьим судом за его непослушание богу и за откровенное идолопоклонство в которой он впал под старость возможно корни этого разделения были еще в предыдущем поколении а после того как давид взял в себе жены вирсавию батшеву на иврите после этого пророк натан сказал ему не отступит меч от дома твоего вовеки так или иначе после смерти соломона его сын рва ам правил коленами иуды и бениамина и столица его царство был иерусалим а 10 других колен стали самостоятельным царством со столицей в самарии южное царство стало называться иудой поскольку из этого колена были его цари а северное израилем 721 году до нашей эры ассирия разгромила израильское то есть северное царство и переселила его жителей угнала их в плен библия говорит об этом так израильтяне отторглись от дома давидова и воцарили и ира вам а сына новатого и отклонил ира вам израильтян от господа и вовлек их великий грех и поступали сыны израилю по всем грехам ира вам а который он делал не отставали от них доколе господь не отверг израиля от лица своего как говорил через всех рабов своих пророков и переселен израиль из земли своей в ассирию где он и до сего дня сей день в этом стихе это разумеется не сегодня это время написания этого текста то есть примерно две с половиной тысячи лет тому назад а что же было с десятью северными коленами потом а вот это и есть самый основной вопрос вопрос на миллион долларов как любит говорить американцы и прежде чем на него отвечать давайте попробуем договориться каким образом мы будем искать этот ответ потому что если его искать в еврейской традиции то там можно найти массу всяческих легенд о судьбе этих колен и легенды это прекрасная вещь однако если человек задает вопрос о своем происхождении то легенда по моему это не самый надежный источник информации даже еврейская легенда при всем уважении к еврейскому наследию желательно иметь что-то более достоверное но что у нас есть по-настоящему достоверного о событиях такой давности на мой взгляд это лишь тонах и новый завет если говорить о еврейской истории и традиции и что же мы узнаем о потерянных коленах из этих книг она говорит о том что по крайней мере часть угнанных в ассирию и их потомков вернулась в южное царство и влилась в него указание на это есть прежде всего в тонахе во второй книге парали поминон например главе тридцать четвертый где говорится что при иосии царе иудеи левиты собрали приношение на храм не только от колена иуды и бениамина но и от колен монассии эфрема и всех прочих израильтян новый завет также неоднократно использует термин 12 колен израиля например в 26 главе деяний в речи павла перед царем агриппой есть такая фраза я стою перед судом за надежду на обетование данные от бога нашим отцам которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен усердно служа богу день и ночь то есть павел считал что живет в народе израиля состоящим из всех двенадцати колен они просто живет среди южных колен апостол яков также пишет свое послание двенадцати коленом как видно из самого первого стиха его послания во второй главе евангелия от луки стихе 36 говорится об ане пророчестве из колена ашера в русской синодальной библии асирова колена которая увидела новорожденного еще когда родители принесли его в храм ну и наконец что говорил сам ешо я послан к погибшим овцам дома израилева к овцам же дома израилева он посылал из своих двенадцать апостолов не к двум или трем коленам а к дому израилеву все это свидетельствует о том что во времена написания нового завета еврейские современники еще не считали 10 колен потерянными во всяком случае не считали их потерянными полностью писание нигде не обещает израилю что он сохранится в целости и сохранности невзирая ни на какие его грехи более того среди проклятий синайского завета записанных в двадцать восьмой главе книги второзакония есть и истребление то есть гибель и исчезновение поэтому вполне возможно что часть или даже значительная часть северных колен со временем исчезла безвозвратно однако какая-то часть этих евреев вернулась на территорию иудейского царства то есть воссоединилась со своими братьями из других колен и соответственно сегодняшние евреи происходят не только из колен иуды бениамина и леви но также и из других колен однако некоторые христиане не евреи утверждают что именно они потомки десяти колен потерянных как они приходят к этому вот представьте себе жил себе человек спокойно ходил в церковь радовался тому что он не будучи евреем может знать бога израиля не обращаясь в иудаизм а просто верой веря его сына иисуса христа возможно понимал что как христианин он имеет особую духовную связь с израилем то есть с ухоженной маслиной которую он привит если выражаться языком апостола павла и поэтому он в своих молитвах наверное благодарил бога за народ израиля и за благодать божью однако в один прекрасный день он послушал учителей проповедующих о потерянных коленах и подключился примерно к таким мыслям так вот в чем дело я имею к израилю не только духовное отношение но самое что ни на есть физическое я сам еврей не чистокровный мне об этом никто никогда не говорил ну и что все равно я пускай на сотую долю но еврей как замечательно осуждает такой человек а на практике это означает что мне надо жить по еврейски то есть соблюдать всю тору а также добиваться от государства израиль признание моего права на репатриацию то есть на возвращение в землю предков звучит немного странно согласитесь но некоторые думают именно так и даже утверждают что для такого мышления есть все библейские основания какие же именно и насколько прочны эти основания об этом следующий программе спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w . азис дефис медиа . tv азис дефис медиа .